Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ваш юрист». На центральном канале есть одна популярная передача, где люди выясняют между собой отношения с помощью детектора лжи – полиграфа. Их подключают к этому прибору, а потом эксперт анализирует их ответы – правда или ложь. Понятно, что на телевидении это шоу, но в реальной жизни полиграф действительно дает возможность узнать правду. Кто и с какой целью проводит такое исследование? Может ли полиграф ошибиться? На эти и другие интересные вопросы ответит наш постоянный консультант – адвокат Игорь Поляков. Игорь Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Что такое полиграф? Полиграф – это специальное техническое устройство для считывания биоритмов, биопараметров организма. То есть сердце, кровь и так далее. Мероприятие это именуется опрос. Научно звучит так. Психофизиологический метод детекции лжи с использованием полиграфического устройства. А какая цель у этого исследования? Спектр применения полиграфа очень широк на сегодняшний день. Это кадровые вопросы в органы власти, когда кандидат поступает или хочет устроиться на работу. Или какие-то крупные коммерческие компании. Там задают вопросы и по результатам этих ответов понимают, страдает ли человек алкоголизмом, является ли он наркоманом. Еще какие-то качества выявляют на предмет совместимости должности, которую он планирует занимать. Это в ходе уголовного дела, вопросы предварительного расследования, оперативно-розыскные мероприятия проводятся, в том числе с участием, с применением полиграфа. Это службы безопасности органов власти, когда устанавливается причастность, есть информация о причастности работника, сотрудника к каким-либо правонарушениям, преступлениям, коррупционной направленности. Вымогательство я недавно сталкивался, подозрение было на сотрудника УВД. То есть проводят полиграфическое исследование. А кто его назначает, как правило? Смотря в какой период и в каком органе это инициируется. Если это в рамках правоохранительного блока, это могут инициировать оперативные работники. Возбуждено уголовное дело, а также оперативные работники, сопровождающие уголовное дело, могут настаивать на применении полиграфа. В том числе и следователь дает добро. На это был случай лет 15 назад, когда группу парней задержали за убийство человека возле ночного клуба. И даже свидетели говорили о том, что это сделали они. Они отрицали категорические причастности, они были заключены под стражу. В конечном итоге как раз, ну это было относительно, даже не относительно, это было давно. Как раз полиграф еще только входил в оборот, это были 2000-е годы, начало 2000-х. И их, это называется термин, прогнали через полиграф. И однозначно было установлено, что они не обладают этой информацией об убийстве. Они не причастны, да? О способе убийства этого человека, потерпевшего. То есть они не причастны. Именно полиграф в конечном итоге позволил снять с них подозрения, изменить меру пресечения, даже отменить ее, продолжить поиск и найти виновного. То есть вот как можно описать, в чем суть полиграфа? Полиграф работает с вегетативной нервной системой. Это автономная система, которая не подчиняется работе, мозгосознательной работе. Ну, то есть нельзя в какие-то реакции внутри себя контролировать, как-то их откорректировать. И получается, что вот эти реакции, животные, назовем их реакции, они буквально срабатывают за долю секунды одной. И полиграф это умудряется по своим датчикам считать, то есть зафиксировать, разумеется. То есть слово еще человек не произнес, а полиграф уже вот эти данные, вот эти систолы, условно говоря, считал. А тело уже все рассказало. Да, тело уже все рассказало. Ну, приведу пример. То есть женщина забита насмерть молотком, два человека подозреваются в совершении этого преступления. Проводят полиграфическое исследование, оба отрицают. Это один из вопросов, там целый перечень вопросов формулируется. Причинены ли ей повреждения, а она убита молотком, забита. Причинены ли лопатой, оба говорят нет. Топором нет, ножом нет, молотком нет. Все сказали, оба сказали нет. Но один из них, когда вопрос был задан молотком, он сказал нет. Но и датчики показали, что он очень как бы нервно на это отреагировал. Хотя внешне он был спокоен. То есть возникло подозрение, разумеется, что именно он причастен к этому преступлению. Оно в конечном итоге подтвердилось. То есть мы должны понимать, что полиграф по сути сложно обмануть, потому что он на опережение срабатывает. То есть ты еще рот не открыл, а полиграф уже зафиксировал. У тебя происходит реакция на страх. То есть и полиграф работает именно со страхом твоим, с животным страхом, бесконтрольным. Внешне ты можешь быть спокоен. Но датчики регистрируют вот эти глубинные реакции организма. Почему? Есть такое выражение – рептильный мозг. То есть у рептилий, как и у древних животных, еще не сформировалось, у которых вот эти полушария крупные, то есть они работают в примитивном режиме. Три реакции на страх. Умри, замри. В случае опасности дерись, беги. То есть в любом случае это адреналин, это агрессия. Человек может себя с помощью больших полушариев контролировать и спокойным казаться в той ситуации, которая для него опасна и чем-то чревата. Но вот эти вот, как я уже сказал, рептильные рефлексы, даже на уровне безусловных, они не позволяют мозгу себя как бы загасить. И вот датчик умудряется, именно ориентируясь на них, считывать их и фиксировать. Я вот тут подумала, но сам такой, даже вот если ты невиновен, сидишь ты в этих приборах, у тебя все равно будет волнение, нет? А там очень много вопросов, которые позволяют работать. Он разберется, полиграф. В которые есть много вопросов. Полиграфолог составляет там целый перечень этих вопросов, которые позволяют обойти вот эту вот нервозную ауру, условно говоря, человека и вот именно добраться до сути. Но наверняка же есть такие люди, которые могут обмануть полиграф. Ну как вы считаете? Чтобы обмануть полиграф, это я от себя скажу, потому что сталкиваюсь с ним на протяжении 20 лет, не часто, ну и непосредственно участвовал в проведении. Нет, я говорю как участник процесса, как правило. Я для себя выявил два момента, которые могут позволить конкурировать и побороться с полиграфом. Но победить его, это исключено. Полиграф это робот, он просто считывает информацию, ты не можешь с ним как бы боксировать, это как бой с тенью. Первое, это должно быть в любом случае четкое понимание, знание вот этой методики проведения исследования. 99,9% населения не знают, что такое полиграф, как он работает. А работа начинается не с момента, когда включился этот аппарат и датчики уже регистрируют твое состояние. Работа начинается полиграфологом, с полиграфолога, который уже выступает в роли психолога и за тобой наблюдает еще до того, как началось само исследование. Вот этот пред-пред-исследовательский временной период, он уже идет по сути исследованием тебя как личности, сканируется твое состояние. Если люди не владеют этим, они не могут противопоставить себя полиграфу. Второй момент, условно говоря, это даже не берем разведчика, вряд ли их учат работать и противодействовать полиграфу. Человек хорошо подготовленный психически, йоги, предположим, которые владеют очень хорошо своим телом. Вот при наличии условий, это все, я уже сказал, очень условно. Я таких случаев не знаю. То есть человек, владеющий психикой и знающий методику работы полиграфа, вот он может оказать определенное противодействие полиграфу. Наверное, со стороны будет интересно понаблюдать, кто кого переиграет. Это, как, знаете, Каспаров, помните, в свое время с этим компьютером сражался. Но компьютер победил. И здесь будет то же самое. Полиграф человека все-таки обработает, выйдет, как вы сказали, на чистую воду. Ну, то есть считает ту информацию, которая нужна для него, как бы человек ее, который обследуется, не скрывал. Я так понимаю, что полиграф назначают при определенных ситуациях. А можно ли отказаться от его прохождения? Да, конечно. Это исключительно добровольная процедура. То есть не гестапо, что тебя к стулу привинтили, датчиками обложили, ток пустили, пена с рта, ты колотится, признаешься. Безусловно, нет. Это добровольное дело. То есть ты не хочешь проходить, значит, все. Ты отказался от его прохождения. Тебя даже не поведут, не заведут, не посадят, не будут упрашивать. Ну и на работу не возьмут, если... И на работу, соответственно, тоже не возьмут. И это будет подозрением. А в определенных ситуациях это всегда подозрение. Оперативное подозрение. Ни в коем случае это не для суда. Глаза не скажут, но сами подумают. Ну, уже, да, предположим, по линии правоохранительной системы, если есть основания подозревать сотрудников в совершении преступления, то он обязан пройти полиграф. В противном случае он, соответственно, может быть уволен. В конечном итоге найдут повод за утратой доверия. Игорь Михайлович, а кто работает на полиграфе? Что это за специалисты? Это действительно специалисты. Это полиграфолог. И считается, что они должны в идеале быть полиграфологи-психологи. Проходят определенное обучение. Там свои у них часы, которые они должны учебные пройти, отработать, обучиться, получить соответствующий допуск. Правильно ли я поняла, что полиграф никогда не ошибается? Полиграф не ошибается никогда. Но проблемы не в самом полиграфе, а в полиграфологе. Вот вопрос, основной вопрос, проблемы и претензии именно вот к этому субъективному фактору. Насколько соответствует компетентность, квалификация полиграфолога в данном случае, в своей работе. Почему на сегодняшний день исследования полиграфические все-таки не признаются доказательствами по делу? Как это не парадоксально? Потому что как раз-таки 20 лет назад вот это направление перспективное, интересное, оно было очень сильно дискредитировано. Прошло через Верховный суд ряд резонансных дел, когда людей осуждали за совершение особо тяжких преступлений. Даже, насколько помню, связано было с педофилией, с убийством. И оказалось в конечном итоге, что полиграфолог, он подыграл следствию и таким образом сформулировал вопросы, что ответы, при получении ответов, вот эти систолы работали так, регистрировали, что можно было предположить причастность человека. А на самом деле, сами вопросы были не столько узкопрофильные, сколько выходили за компетенцию полиграфолога, как эксперта, выходили в правовую плоскость. Там есть определенные ограничения, все зависит от вопросов. То есть и вас можно при правильном, при желании вас обвинить, при правильной постановке наводящих вопросов, коварных, назовем их так, можно установить вашу причастность к совершению преступлений, к которым вы никакого отношения не знали, даже о событиях не знали. Но ваши реакции будут таким образом вскакивать и давать о себе знать, что да, она причастна. Его используют в качестве оперативных, да, как в качестве вспомогательного технического материала, документы, которые в конечном итоге готовятся. Все это учитывается для работы, особенно оперативным работникам, да. То есть есть подозрения для них, имеется оперативное подозрение, будем работать. Но конкретно, как доказательство, особенно по уголовным делам, по обвинению человека никогда не выступают. Они остаются в основном такой оперативной информацией. То есть здесь важен именно субъективный фактор, насколько грамотен полиграфолог. Не только объективен, честен, но именно грамотен. А кто это может вообще выявить? Вот именно поэтому нельзя выявить. То есть два человека с одинаковыми дипломами, с нормы часов. У них тут тоже устройство. Один, как оказалось, более оказался грамотным, компетентным, другой менее грамотным. Соответственно, реакции организма были некорректными. Вот полиграф не медицинский, конечно, прибор. И я все-таки спрошу, а есть ли к нему противопоказания? Да, конечно. Может быть, по медицинским каким-то показаниям? Да, конечно, безусловно. Люди, страдающие психическими заболеваниями, такими тяжелыми, невменяемые, то есть с ними не проводится работа, предположим, шизофрения. То есть это человек, у которого расщепление личности, он живет двумя личностями, то есть в двух параллельных мирах. Кто-то в трех живет в параллельных мирах. Разумеется, нет смысла проводить, потому что он тебе, конечно, там считают датчики, что он и сам инопланетянин, он с Марса пришел убивать людей, он и выходец с древнего мира, телепортировался. То есть его датчики в конечном итоге будут скакать так, что… Ну, какой-то крайний пример, радикальный. Это, кстати говоря, противопоказания тоже есть. Наркоман, человек находится в наркотическом опьянении, нельзя применять полиграф. А в алкогольной? В алкогольной тяжелой степени, если тоже нельзя. Ну, если легкое опьянение, не думаю, что оно… А если сердце больное у человека? Да нет, сердце больное. Болезнь какого-то органа, оно не является противопоказанием. Противопоказанием, если сильный стресс, приведу пример, там непонятно, кто виновен в ДТП, там с одной стороны смерти, с другой стороны смерти. То есть садить водителя нет смысла, у них у обоих шок. Такой шок, что ты ничего не считаешь в этих датчиках, они все будут зашкаливать, условно прибегом к этому термину зашкаливать. То есть есть определенные противопоказания, человек должен быть спокоен. Даже когда он просто нервничает, нет сильных раздражающих факторов, его полиграфолог убаюкает, успокоит. Это тоже в этом профессионализм полиграфолога. Правильно ли я понимаю, что полиграф все-таки позволит увидеть, что человек виновен? Вот в этом парадокс. Вот это одна из ошибок учебных, считается именно в этом направлении полиграфическом. Полиграф не работает с таким термином правовым, с такой категорией юридической, как и виновен, невиновен. Правду говорит или неправду говорит, лжет. То есть он не в состоянии, этот прибор, это термины для следователя оставляем, для государственного обвинителя, ну или для защиты, если они оспаривают. Полиграфолог только с помощью полиграфа отвечает на вопрос, располагает ли человек, который обследуемый является, располагает ли он информацией, которая значима для дела. Откуда у него эта информация получена? И все. В конечном итоге это два основных вопроса. То есть даже вопрос причастности, степени вины, где он стоял, бил он, не бил конкретно, сколько раз бил, это уже сложно для полиграфа, как для вот этого технического устройства. Он просто может определить именно, владеешь информацией, не владеешь. Если ты не был причастен, ты не знаешь, что там происходило, конечно же, датчики не покажут твою осведомленность. Не более того, понимаете, у него вот этого аппарата очень узкий спектр. И полиграфологу нужно быть профессионалом, чтобы не выйти за пределы от лишнего. Вот он должен как струна, как трамвай по колее пройти и итоги дать следователю или оперативным работникам. Они уже сами оценивают ее, расценивают на предмет, можно ли ей придать, где найти, даже не информацию вот этой придать доказательственное значение, а найти доказательства с помощью данных, которые считал прибор и зафиксировал. То есть получается, если и будут ошибки, то они не в полиграфе, не в своем приборе или исследовании, а в полиграфологе, который интерпретирует ответ. Да, я соглашусь с вами. Сам полиграф считается, что по результатам исследования позволяет сделать вероятный только вывод, не категоричный. Вероятный 99 с какими-то 99,9, 99,8. То есть вывод вероятный его. Именно поэтому, в зависимости от того, насколько качественные вопросы, сформулированные полиграфологом, в конечном итоге следователь или оперативные работники принимают решение, верить этой информации или не верить. И больше она не проверяется. Дальше они уже работают со своей системой поиска, обнаружения, выявления, закрепления доказательств. А по времени сколько длится исследование? Как правило, в течение нескольких часов. Но качественное исследование, насколько я разговаривал с полиграфологами, должно длиться несколько дней по несколько часов, по 2-3 часа. То есть там есть такой коридор определенный психический. То есть нельзя человека отработать за раз в течение всего дня. Он просто устанет. Появится апатия, он уже плохо будет понимать. То есть 2-3 часа – такая оптимальная, кульминационная какая-то фаза, когда можно считать все объективно, человек как бы податлив, его психика на режим, на тестовый режим, режим вопроса-ответа. Потом нужно отдохнуть, желательно на следующий день. Но все исследования, в каких я участвовал, они почему-то заканчивались в течение дня. Это я совершенно недавно услышал, что требуется для полноценного исследования, наверное, это по очень сложным каким-то резонансным делам, вот несколько дней. Я вот тогда так и не поняла. Зачем он нужен, полиграф, если он не является доказательством в суде? Он не является доказательством в суде, но чтобы снять с человека подозрение, особенно когда он не причастен, если берем преступление, тогда нужно его пройти. Приведу пример. Человек подозревается в совершении преступления, и есть свидетельские показания косвенные, что он тоже участник этих событий был. Он сам настаивал на проведении вот этого полиграфического исследования своей персоны, чтобы доказать или убедить всех о своей непричастности. Он прошел этот полиграф, полиграф показал, что он действительно, зная историю предшествующую, вот это терминное предкриминальное, вот это событие, зная участников вот этого тяжелого преступления, в тот момент он не присутствовал и не причастен к этим событиям. Есть ситуации, когда тебя просто не возьмут, предположим, на работу, если ты не пройдешь полиграфическое исследование, или уволят с нее. Поэтому ты находишься в тех рамках, когда ты обязан это сделать. Потом для таких ситуаций тоже полиграф есть. Игорь Михайлович, спасибо. Ну, я думаю, что эта информация тоже будет полезна для многих людей. Спасибо вам. До свидания. Это была программа «Ваш юрист». Пусть у вас всегда все будет хорошо, а полиграф, если и понадобится, то только для устройства на очень престижную работу.